итак давайте поговорим точнее продолжим про то как обводить работу нарисованную на листике смотрите первый вариант это конечно же самый простой мы просто так сказать по очереди да примерно вот так вот все обводим аккуратненько никуда не торопимся и так далее в чем особенность работы в векторе что в векторе мы работаем с помощью контуров то есть чтобы нам сделать какую-то допустим заливку окрасить да как-то допустим чтобы вот этот вот листик вот этот вот листик до сделать непрозрачным как вот здесь вот да то есть это принцип отличающие иллюстраторы от фотошопа то есть мне надо изначально сделать его скажем так закрытым контуром то есть от начала и довести до конца причем в конце нажать alt видео у меня возле карандашика появился маленький кружочек если отведу появляется звездочка подвожу появляется кружочек у него нет границы так тут мы что-то накосячили давайте мы это уберем зажимаем к нет не карандаш что работа с точками с точками у нас перо выбираем минус ну или минус на клавиатуре ему ну удалим то что вот я тут понимаешь ли показывала вот да ну можно как-то сейчас работа с точками сделать его то есть я дергаю за усики то есть если приблизиться тоже работа с контуром тогда . называется а вот это усик и двигая за точку здесь надо просто приноровиться и скажем так некую опыт опыт control z убрать последнее действие то есть не ничего не скажем так не пропадет зря если вдруг что-то нечаянно сделали не то нажимаем control z и все так это вот что такое вот ну гипотетически да допустим нажимаем в черная стрелочка это скажем так универсальный инструмент вот у нас появился вот такая вот фигура то есть в отличие от вот этих вот фигур она является закрытой 5 закрытый объект если выделяем два вот этих два открытых объекта открытый то есть он начинается и где-то он заканчивается да то есть он не имеет замкнутой формы допустим вот это открытый объект а вот это вот видите кружочек появился закрытый объект то есть он грубо говоря не имеет начала и конца вот здесь есть начало и конец да но и вот в информации для документов очень важно открытых объектов если вы хотите продавать это на интернете в интернете простите за мой русский он не перфекту должны быть все закрытые то есть 0 открытых объектов вот это очень важно то есть это по сути вот эти открытые объекты их потом тоже можно допустим разобрать да и мы превращаем их в из кривых в объекты то есть видите но обвелось и стала именно объектом но из такого нельзя потом допустим сделать заливку вот то есть если допустим и даже обведем заливку мы никак им не сделаем то есть это такой момент чтобы заранее продумывать грубо говоря из чего будет состоять ваша картинка из просто обведенного контура либо из контура с заливкой вот это в принципе скажем так только на глаз автора то есть как изначально вы хотите я обычно делаю всегда вот так вот вот потому что вот это этот вариант так когда мы изначально делаем закрытые объекты его потом можно переделать в контур да а вот здесь вот переделать в заливку очень очень тяжело по сути это заново отрисовать всю 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 работу вот я надеюсь я более менее понятно объяснила давайте еще на каком-нибудь объекте да допустим ну вот второй листик да допустим я его обвожу 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 появлялся кружочек и я закрываю и теперь я могу им обоим придать какую-то заливку более того я допустим могу сдвинуть вот такая вот история да то есть я могу поставить там один за другой там еще что-то и если допустим я перехочу делать заливку я всегда могу я просто убрать вот допустим вот в этих вот моментах давайте допустим для для примера да покажу то есть допустим мы обводим кружок не идеально нам сейчас надо понять принцип закрытый объект что же делать нам с вот этим вот объектом который очевидно отрезан да то есть по логике я бы его просто вот так вот обвела опачки закрытый да и когда допустим я ему ставлю какую-то заливку я просто убираю его вниз убирать вниз зажимаем нажимаем на правую кнопку и выбираем так надо монтаж на передний план вперед назад на самый задний план и грубо говоря он скачет по слоям я вот этого но не буду уже прям показывать это прям вот уже совсем совсем база и такие видео на канале есть если вас прям вообще вот это интересует прям вот слои вы совсем ничего не знаете напишите в комментариях вот у нас цель обвести девушку я сейчас рассказываю исключительно что надо для того чтобы отвести нашу девушку вот поэтому важный момент что я буду обводить девушку именно закрытыми объектами не открытыми а закрытыми еще раз берем карандаш начинаю обводить какой-то листик кстати если кружочек не появляется я зажимаю альт и отпускаю ой не получилось ну окей ладно вот видите получился именно закрытый объект как проверить закрытый он или нет информация для документов это окно и вот здесь она вот информация для документов это если она закрыта допустим нажимаете окно формация для документов он у вас появляется вот и в следующем видео я просто скажем так в быстрой в быстром версии быстрой версии обведу всю 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 свою девушку с такими закрытыми объектами до До встречи в следующем видео, всем пока!